Новые сведения, касающиеся казахской истории, обнаружены в иностранных архивах. Ученые из Института истории и этнологии Минчукана Валиханова теперь активно обсуждают значимость документов, привезенных отечественными специалистами из Китая и России. В этой старинной книге содержится почти 200-летняя история казахского народа, охватывающая период с 1730 по 1911 годы. Это первый том сборника архивных документов на манжуйском языке эпохи правления Цинь. Всего же в этой серии в прошлом году в Пекине было издано 283 книги. Хранятся они в первом архиве истории Китая и содержат около 3000 документов, непосредственно касающихся нашей страны. И это только половина сведений о казахской земле, которые имеются в Китае, говорят ученые. В Пекине они побывали в рамках государственной программы «Тысячелетний горизонт» и собрали не вошедший в многотомный сборник, ценные для истории письма и послания казахских ханов 18-19 веков. С 1750 по 1820 годы казахские ханы и султаны отправляли множество дипломатических миссий. Сохранились различные документы, касающиеся их деятельности. Состав послов, их поездки, встречи в Пекине, приемы. Найдено очень много интересных материалов. Немало ценных находок обнаружила и группа отечественных ученых, побывавшая в Государственном историческом архиве Санкт-Петербурга. Из этих новых сведений можно узнать, как в 19-м и начале 20-го века казахским служащим присуждались чины, какие мундиры носили они в то время, а также выяснить, как строилась Оренбургско-Ташкентская железная дорога. Очень много новых интересных материалов по строительству Оренбургско-Ташкентской железной дороги. В частности, мы говорим, что было более 300 вариантов проектов строительства Оренбургско-Ташкентской железной дороги. И именно в 1899 году сам император проводит особое совещание. Этот документ нами найден. Есть надписи самого императора и где написано «Быть дороги через Оренбург». Сейчас ученые обрабатывают новые материалы. Через пару месяцев планируют издать все полученные сведения в специальном сборнике. Екатерина Потягина, Николай Кишенин, Алматы, 24КЗ.